Всем привет! Сегодня будут такие быстренькие новости, это самое, поэтому сзади шрифт не ставила, тут у нас рабочий стол тоже кое-как поставили. Ну, короче, быстренько по новостям пойдёмте, потому что давно уже ничего от нас не слышно и не видно было. Так вот, значит, школьный прополох. Сейчас я его залью уже на сайт, на читавочку, то есть коррект уже готов, я перевод сделала. Последние пару глав сделала перевод я, потому что переводчик Джестер, к сожалению, уже не смог это самое переводить, у него дела-дела, новогодние дела. Вот, а у меня появились такие выходные, это самое, перед Рождеством, немножко даже удлинённые из-за коронавируса, поэтому вот я смогла на выходных сделать все эти самые, сделать перевод до конца, и сейчас выложим финал, и будет нам счастье. Так вот, дальше что? После того, как мы выложим финальные три главы, у нас потом ещё будут экстра-странички из предыдущих томиков, то есть там на японском были странички, которые ещё были не переведены. Мы их тоже переведём, но по ходу времени уже, то есть как по ходу дела, да, потому что нам ещё и другие проекты догонять, у нас это самое такое дело, что у нас было время, что у нас было очень много людей в команде, то есть там было много переводчиков, много клиниров, много тайперов. Мы набрали себе проектов куча, да, а потом опа-на, все эти самые клиниры-тайперы, они как бы в то время были на учёбе, да, а потом учёба кончилась, и всё, пошли на работу, или там кто-то там в НМИ поступил, ну, короче, времени свободного больше у них не осталось, они все послевались быстренько. Причём такой большой массой одновременно все ушли. Вот, и, ну, часть, конечно, осталась, но они там тоже работают так, ну, короче, как получится, поработают, не получится, не поработают, но это очень редко у них получается, тем более, пока я что-то там не скажу, то они тоже ничего не делают. Так вот, значит, была, допустим, только недавно такая ситуация, что месяца два, наверное, назад или три я говорила, что давайте, ребята, нужно на зайки перевести уже, давайте браться за него. У меня времени нет, так что я полагаюсь на вас, ты будешь делать тайп, ты будешь делать клин, ты будешь делать там ещё что-то там, этот сам перевод. Вот, ребята такие, да, мы будем это делать, ну, и потом, неделя пошла, две недели пошло, три недели пошло, месяц пошло, два месяца прошло, а до сих пор как бы результата от них и нет. Вот такая вот у меня команда тоже. Ну, короче, пока я там что-то не начну шевелиться, то и они тоже не будут шевелиться. Единственное, кто у нас хорошо быстро шевелится, так это у нас корректор. Корректор пошлёшь, это самое, готовим к главу, она буквально в течение суток, шух, и всё уже, глава готова, можно заливать на сайт. Вот, так что здесь это самое, я знаю, на кого положиться. Вот, после того, как мы эти экстра-странички переведём по японскому, там ещё будут у нас экстра-главы, которые дополнительно нарисовал этот автор манги уже намного позже, чем манга закончилась. То есть, допустим, одна из глав последней, она вышла в 2018 году, то есть школьный перепадок закончился когда? В 2007, в 2003, честно говоря, не помню. Ну, короче, в 2018 году вышла ещё одна как бы глава, четвёртая, получается, из этих дополнительных глав. Ну, там уже как бы события после того, что там в банке была. Но это будет уже, я надеюсь, что как бы с этим делом затягивать не будем, но возьмут за это дело, когда закончим ещё парочку своих других проектов. Вот, дальше что? Дальше у нас проект, который большой любимый, это Назаки, конечно же, да. Другие проекты, типа там Накамури Коэда, я тоже хочу закончить, там, в принципе, там в Накамури, там у нас очень лёгкий и Тайп, и Перевод лёгкий, и Клин тоже очень лёгкий. Но вот не хватает времени, чтобы сесть это дело и сделать. Там тоже осталось буквально 8, по-моему, глав или 10 глав. Ну, короче, там халява полнейшая. Возможно, я за эти каникулы, не за каникулы, а за выходные мои рождественские, возможно, я это успею сделать. Ну, посмотрим, короче. Я сейчас хочу всё-таки набрать своё внимание на Назаки. У нас там Назаки появился соперник, соперница, мандаришка. Она у нас перевела 103 главу. Не у нас, а вообще перевела, да. И при этом без спроса, без ничего. Но, в принципе, это понятно, да. Вот у нас ни слуха, ни духа было уже, наверное, полгода почти, что, да, даже больше. Я даже не засекаю время, потому что у меня так всё летит, время вообще незаметно. Вот. Назаки, значит, мы собираемся делать так. Значит, кстати, с мандаришкой я пыталась связаться, у неё контактов нигде никаких не оставлено. Единственное, как я смогла связаться, я оставила комментарий под главой на ритманке. Но, естественно, на это она ничего не ответила, возможно, она не читает комментарии. В общем, да, как с ней связаться, я не знаю. Она с нами не связывалась, она просто взяла и решила перевести, потому что ей так сильно хочется. Вот. В принципе, перевод у неё не такой уж и плохой, я бы так сказала, да. Да, там есть, конечно, кое-какие места, которые можно подправить, да. Я согласна. Там и тайп можно подправить, и сам перевод тоже можно было подправить. Там есть пара мест, где, допустим, ты читаешь, а ты как-то не понимаешь, там, это была шутка или что это вообще такое было только что. Вот. Просто это самое. Когда переводим такую мангу, как Назаки, Назаки – это Йонкома, да, там, где в четырех кадровик, то есть как бы на каждой странице четыре кадра, и за четыре кадра нужно создать шутку. То есть первый кадр – это начало шутки, то есть введение, потом продолжение, потом ещё продолжение, и кульминация шутки должна быть. Вот. Это как бы тоже такой жанр, не такой уж и простой. И в переводе, когда мы делаем перевод, это тоже нужно учитывать. То есть как бы нет такого, что одна страница, она бессмысленная. В каждой странице есть какая-то шутка, и в каждой странице должно быть смешно в конце. Хотя бы чуть-чуть, но юморок там должен быть. Если вы почитали страницу, и в конце вы ничего не поняли, это означает, что перевод неверный. Анляйтеры, кстати говоря, с которых мы переводим, они тоже частенько с переводом их косячат. То есть как бы там они что-то такое переведут, непонятно что. Ну, типа, кое-как-то перевели. То ли это само, они сами не поняли, то ли они как-то не так передали словами. Короче, смысл шутки терялся. Поэтому мы частенько ещё брали с японски и с японского тоже переводили. Вот. Так вот, что мы будем делать с этой мандаришкой? Значит, мы пока что будем переводить дополнительные главы к предыдущим томикам. Не главы, а дополнительные страницы. Дело в том, что мы когда переводили, мы переводили по ангоингу, то есть как бы манга выходила, глава выходила в онлайн, в читалке, на странице Ганган онлайн. Мы её скачивали и мы её переводили. Вот. И потом, когда у нас собиралось там 10 глав, то эти 10 глав собирали в томик. В томик добавляли дополнительно обложку, дополнительную парочку этих историй, там, то есть как бы со стороны обложки там внутри парочку таких вот, ещё по 4 фреймовские такие страницы. Две штуки. Плюс ещё после, почти что после каждой главы была какая-то дополнительная страничка, нарисованная автором. То есть как бы в онлайн этой версии таких вот дополнительных вещей не было. А когда выходит томик, то вот это вот дополнение какое-то появляется. Вот это дополнение мы ещё не перевели, по-моему, к 8-му тому, к 9-му, 10-му тому, да, уже, по-моему, 11-го он вышел. Здравствуй, здравствуй, что ли? Я уже, честно говоря, запуталась. Хотя говоря, 11 домиков я купила. Я потом бы хотела показать вам всё. Но у меня это самое всё время не хватало. Так, это не то. Момент. У меня переезд тут тоже немножко. Ой. Что-то я тут купила, короче. Так, это 6-й том. Это вы уже видели. 6-й том я купила вместе с фигурками Карина. Тоже я, типа, не показывала, да? Ну ладно, потом покажу. Диск я ещё купила. Это уже собиралась переводить. Вот 11-й том я купила. Я просто-то просто строчку, где была эта ошибка, удалила. И сайт пошёл, заработал. Но очень криво всё выглядит. Так что это, когда будет время, я там за него сяду и всё сделаю. Пока что сейчас как бы не до этого, да? Всё. Всё немножко, всё не до этого, всё не до того. Вот, что я хотела сказать. Значит, на ЗАКе, значит, у нас переводы всё-таки будут идти. Единственное, что этот... Я пока что у нас возьмусь за эти дополнительные странички из предыдущих этих томиков. И пока переведём их. Потому что я не знаю, как у нас поведёт себя мандаринка. Мандаричка. Она просто перевела 103-ю главу. И вроде как она сказала, что будет переводить дальше. Но пока что, уже месяц прошёл. Пока что второй главы, там 104-й, от неё не было. Возможно, это точно что-то эта глава, она будет популярна на днях, да? И там уже будет какой-то... Можно контакты свои отставить какие-то другие. Может ещё там что-то добавится. Я не знаю, короче. В общем, пока что ждём. То есть мы пока будем заниматься дополнительными главами. Если там в течение месяца, допустим... Не месяца, я думаю, что меньше. Она у нас никак не ответит. Ну, не откликнётся эта мандаришка. То мы продолжим дальше уже перевод. Значит, почему у нас была задержка вообще такая в переводах? С лета месяца у нас... С лета месяца. Ну, короче, с летнего времени у нас никаких переводов не было. Никаких этих новостей от нас не было. Дело в том, что я закончила учёбу на Танестоке, да? Команда у меня такая, что если я не активна, то и они не активны. И получилось так, что я закончила учёбу. Это было лето. Я решила чуть-чуть отдохнуть. Там, думаю, месяцок отдохну, и будет всё прекрасно. Ну, там оказалось, что месяцок отдохнуть — это не так уж то просто. Во-первых, мне было за два года... В моей учёбе у меня домашних дел наступилось вот-вот столько. Я там столько вещей поразгребала. До сих пор там не разгребла. У меня вот там ещё угол надо будет разгребсти. В ванне там... Ой, в ванне. В спальне у нас ещё там есть угол с какими-то вещами, которые надо просто перебрать. Там что-то выкинуть, что-то где-то в подвал убрать. Ну, короче, такая... Ну, комитетница небольшая. Вот. Дальше что? У меня была проблема с этим... С рабочим моим местом. То есть не рабочее место, но мелькало там. То я здесь была, в этом зале. То я в спальню ушла. То я вот здесь... Сначала в том углу сидела. Потом перевернули. Потом я в этом углу сидела. Потом я ушла в спальню. В спальне было прекрасно. Но единственное, что из этого коронавируса, локдаун от этого... У меня муж оставался дома постоянно. И у него сбился полностью режим сна и бодрствования. И получалось так, что я прихожу домой. Там Илья уже была дома, да, днём. Я хочу работать. Я хочу сесть за свой компьютер. А в спальне, где мой компьютер стоит, там спит муж. И я не могу там посидеть за компьютером. Потому что очень шумно получалось. За его компьютер... Вон там у нас ещё компьютер стоит. Там, конечно, ещё и срач. Это всё область мужа. Это не моё. Это не моё. Я просто в следующий раз потом шерму поставлю, чтобы это всё не видно было. Вот. Значит, за его компьютер было тоже сложновато сесть, потому что там это новый компьютер. Там не было ни фотошопа. Там не было всех этих шрифтов. Там надо было всё это устанавливать. Короче, там пока вот это всё сделалось, да, я наконец-таки села за тот компьютер. Ну, я садилась за тот компьютер и понимала, что я не могу в таких условиях работать. Потому что там пустая тарелка. Там какая-то ошмётки, там, не знаю, там какой-то упаковки. Тут какие-то там огрызки этих орехов. Короче, надо было с чего всё это дело убрать. Когда дело это всё убираешь, садишься и думаешь, всё, я больше ничего не хочу делать. Потому что, ну, уже как бы сила всего штрихуата. Вот. Плюс ко всему надо было ещё делать куча всяких волокитов по бумагам. Там и родственникам по бумагам надо помогать. И нам тоже надо было там мужу учёбу найти. Учёбу на профессию, учёбу на языковую. Короче, всё это тоже такая была волокита. То есть, летом происходило. Потом у нас летом, в конце лета, меня позвал в Джоб-центр. Мы сейчас в Германии живём, напомню, кто не в курсе. Значит, в Джоб-центр он у нас тут же сообразил, что я как бы закончила учёбу. Начинаю мне уже как бы тюкать куда-нибудь в дальнейшую... Ну, куда-нибудь дальше пихать, куда-нибудь на работу или что-то там духи, да? Вот. Значит, Джоб-центр меня затюкал. Сказал то, что вот, закончила учёбу, давай двигайся дальше. Что ты хочешь сделать? Мне там объяснилось, что я хочу и учиться как бы немножко дальше. Я хочу бакалавра получить. Для этого, для того, чтобы получить бакалавра, мне нужно получить эту высшую ступень. Получается, я сейчас сделала обучение на профессию два года. Потом одновременно я делала эту высшую ступень. Но чтобы эту высшую ступень закончить, мне нужно ещё полгода практики. Либо практика, либо рабочий стаж. Мне нужно полгода, как минимум. И вот когда я получаю эту высшую ступень, я могу пойти уже на бакалавру учиться. На бакалавру я собираюсь учиться по удалёнке. Это будет, конечно, денег много стоить, но всё равно это как бы... Как вариант, я думаю, это очень даже хорошее, потому что я хочу всё-таки больше дома сидеть, чем куда-то ездить вот так вот. Потому что ездить учиться, а я, честно говоря, уже вот так вот. Мне уже 32 года. Я за свою жизнь уже столько там научилась, наездилась. Мне уже хватит. Я хочу дома спокойно, спокойненько посидеть и дома поучиться по удалёнке. Вот. Дальше что? Значит, я вот это сказала. Дальше сказала, что хочу заниматься собственным бизнесом. Про бизнес тоже я не помню, рассказывала. Здесь не рассказывала, по-моему, ещё не рассказывала. Короче, этот самый... Этот бизнес и этот с практикой... Получается, мне нужно, чтобы учиться, нужно делать практику. Либо полгода практики, либо полгода рабочая какой-то. И вот это вот... Для этого нужно было писать всякие разные резюме. Тут в Германии-то не так легко, как в России. Там... В России, допустим, найти работу... Ты позвонил, сказал, «Сдалём, мне работники нужны. Да, приходите на собеседование». Собеседение прошёл, там, завтра уже на работу выходишь. Такого тут нет, ну, конечно же. Тут надо долго, мутро написать эти резюме, красиво всё оформлять. Причём эти резюме должны подходить к этой фирме. У меня, допустим, ещё такая профессия, там, креативная. Да, то есть, мое резюме должно было креативно выглядеть. Ну, короче, это было то, что-то заморочка полнейшая. Я не знаю, ну, тут моя резюмешка. Вот моя резюмешка. Сейчас кратко покажу просто-напросто. Вот типа такого, это вот этот листок надо было создать. Это, как бы, жизненный путь, так сказать, ваш. Да, то есть, как бы, не только опыт работы, но там, где вы учились, где там ещё там что-то такое. Какие-то там важные события, там, переезд, это самое, рождение детей, замуж вышли, там, всё такое. Какие-то пункты ваши, эти самые, скиллы ваши, как языком, как вы хорошо обучаетесь. Ну, короче, всё в таком духе надо было как-то так красиво, так оформить, чтобы было более-менее красиво. Ну, как бы, понятно, что вы всё-таки графический дизайнер, а не абы кто. Вот. То есть, это надо было сделать. В принципе, прям почти всё готово было. Только вот это вот штукенство, таблицу такую сделать надо было. И ещё искать места для практики и к ним писать вступительные тексты. Типа, ой, мне так нравится ваша фирма. Я так хочу у вас провести практику. Вот именно у вас, потому что вы там, ба-ба-та-та-та-та-та-та. Вы самый прекрасный, вы самый лучший. Я тоже очень хороший специалист. Я вам помогу. Да, да. Короче, надо было что-то там в духе, что-то писать постоянно. И каждый раз по-разному, потому что фирмы все разные. Вот. Меня, значит, этот джобсестер сказал, что давай мы тебя пошлём в этот самый на коучинги. Значит, первый коучинг, это был первым коучингом. То есть, коучинг по резюме. Там тоже сидела с тёточкой. Она мне, то самое, что-то там говорила. Там у меня тоже... Я, наверное, не здесь, мне бумажка. Это я до сих пор сейчас в спальне, часть осталась бумажек. Там она мне дала какую-то такую толстенную тетрадочку. Сказала, вот, читай, это всё заполняй. Там какие-то таблицы. Надо было свои пункты, это самое, свои хорошие качества, свои плюсы, свои минусы описать. Там, короче, такая комитетель была. И так понятно, я уже это самое, всё это давно уже проходило. Но раз это коучинг, тем более требовалось в жоп-центре, мне нужно было делать какую-то отчётность, мне нельзя было не делать. Поэтому, опять-таки, домашка навалилась вот эта вот дополнительная на меня. И я вот этот вот коучинг должна была пройти. Одновременно с этим меня послали на бизнес-коучинг. То есть на бизнес-коучинге там были какие-то семинары раз в неделю. Да, раз в неделю были семинары. Это два раза в неделю ходила на вебинг, на резюмешку, и один раз в неделю на этот бизнес-коучинг. И там тоже надо было, допустим, после первого занятия нужно было за неделю написать бизнес-план. То есть там тоже разделов, не помню, там то ли 10 пунктов, то ли 8 пунктов было. И каждому пункту надо было текстом, большим, толстым текстом на немецком языке написать свой бизнес-план, так сказать. и цифрами как-то написать, то, что там, чтобы у вас доход будет такой, то всё будет прекрасно, там, всё суперски, да. Через неделю надо было написать огромнейшую таблицу экселевскую, они, наверное, дали там, в которой там куча-куча этих листов было ещё. И это всё надо было там, все свои доходы, все свои расходы, всю страховку, всё, короче, всё-всё-всё-всё, тогда надо было впихнуть. Это тоже надо было всё сделать, это тоже очень много времени заняло, на самом деле. То есть я этот сентябрь-октябрь, я вот этим делом занималась, на два месяца было вот эти два коучинга, и я тоже времени свободно, у меня ни на что не было. Плюс ко всему мы ещё дачу купили, то есть при помощи мамы мы купили дачу, и даже там, там дача как бы она пустая пока, что, да, то есть надо просто подготовить парашку грядок для весны. То есть пока что там дела, на самом деле, не так уж и много было на даче. Вот, больше всего я потратил на эти эти коучинги. Далее в ноябре я в коучинг закончился, я выдохнула немножко спокойненько, я успела подготовиться к Рождеству, то есть там этот адвентский календар, в России, по-моему, тоже сейчас такую штуку вводят, адвентский календарь, то есть как бы начинается отсчёт, то есть с 1 декабря каждый день вы открываете какие-то там окошечки, там куда шоколадечку находитесь, что-то в этом духе, и там до 31 декабря, то есть в Германии это до 24 декабря, то есть до Рождества этого католического в России, до 31 декабря, до Нового года сделали. Вот, у меня ребёнок, у него аллергенный шоколад, так же, как у меня, в принципе, и поэтому в адвентский календарь я уже второй год делаю подряд как бы сама, и то есть надо было 20, нет, не 24, мы ещё делаем не до Рождества католического и не до Нового года, мы делаем эти календарики до Рождества русского, то есть до 7 января, то есть с 1 декабря по 7 января нужно вот на все дни, на каждый день какие-то подарочки было придумать. Вот я вот этим делом занялась, вот это там, буквально там недель она была, то есть как бы коучинг и закончили, потом недельку я занималась вот этим, потом ещё дела какие-то мелкие были, потом я тоже всё убирала. И в итоге, потом меня снова вызывает джоб-центр, я думала, ну всё, короче. Когда я писала эти резюмешки, эти, ну, коучинг делала по резюмешкам, я резюмы только писала, но не отправляла. Я потому что хотела тянуть этот, растянуть этот момент, чтобы как можно дольше посидеть дома, чтобы можно было как можно больше всего успеть дома сделать. Но, опять-таки, джобсендер начал вызывать. Я думала, всё, пора уже послать эти самые бивербунги. Надо уже двигаться вперёд. Разюмешки, точнее, не бивербунги, а бивербунги. Бивербунг — это по-немецки, если что. Вот, значит, я послала эти бивербунги, парочку штук. И тут же мне ответ — приходи на собеседование, всё прекрасно, всё отлично, супер, будешь работать с 1 декабря. Так что с 1 декабря я у нас в рабстве, в одной фирме дизайнерской сижу. 8 часов в сутки, пятидневка. Так что, да, так что сейчас у нас рождественские каникулы. Отпустили немножко пораньше, потому что коронавирус решили отпустить на пару дней пораньше. Так что с какого числа? Короче, с субботы. С 18-го числа у меня, с 19-го числа у меня, точнее, выходные были за вот эти субботы, воскресенье, я беру школьный переполох. Вчера и сегодня у меня как бы подготовка к дню рождения. Сегодня день рождения, вчера подготовка с завтрашнего дня буду делать на ЗАКе. Так что вот такие вот дела. Я, конечно, дико извиняюсь за все эти задержки и так далее. Я, ну, блин, ну такова жизнь в конце концов. Если у вас в командах состоит из таких людей, которые сами по себе без меня не могут работать, то ну что получается, да? Конечно, я старалась это как-то замотивировать, но как-то как-то пока что у меня плохо получается мотивировать людей. Вот, пока что, по большей части, я... Нет, я не скажу, что я прям сама одна работаю. Все-таки есть там люди, которые более-менее нормально, как бы, тоже могут активничать, если их попросишь. Если не попросишь, то активными они быть не будут. Ладненько, на этом пока что все. Так, значит, с завтрашнего дня начинаем перевод на ЗАКе. Будет дополнительные главы. Там посмотрим, что будет с мандаришкой. Ну, короче, все дело будет как-нибудь вот так вот. Я очень надеюсь, что вот эта вот работа, которая у меня сейчас началась, да, это практика, получается, полугодовая, что она все равно, как бы, я войду в эту колею, и что я на выходных хотя бы одну главу буду все-таки переводить, потому что я не хочу это дело бросать. Я не хочу не бросать перевод манги. Потому что мне это очень сильно нравится. Это, ну, как бы, мое, как бы, хобби такое, которое... Я, ну, сколько лет я занимаюсь? Детя 6, наверное, занимаюсь, если не больше. Вот, так что да. Если на ЗАКе отнимут, то там есть еще что переводить, честно говоря. У на ЗАКе, допустим, помимо этих экстра штукенций, да, там есть еще кое-какие штуки, которые выходили в интернете. Я про них тоже хотела тоже написать. Еще есть на ЗАКе антологии, еще есть на ЗАКе фанбук. Так что у нас дело, честно говоря, будет. Если у нас мандаришка возьмется за перевод на ЗАКе и никак нам его не отдаст, то, в принципе, я не против. Тем более для ее такого качества, как она, допустим, сделала, для первого раза, да, если она реально вообще больше до этого никогда не проводила, или это вообще первая самая ее манга, то, в принципе, у нее очень даже неплохо. Если вы посмотрите, как, допустим, я переводила, когда только начинала, по-моему, это даже у нас она выложена, эта глава, я до сих пор ее не переделала. Это то ли 23 глава, то ли 21 глава, там, где Юзуки и Вакамацию пошли в кино. Если вы посмотрите на какой, на тайп, который там был, вы поймете, с чего я начинала, да. То есть я тоже, как бы, с самых низов начинала и потихоньку-потихоньку развивалась до хорошего состояния. Хотя, говоря, это самое, вспомнила. Я же этот проект на ЗАКе тоже, можно сказать, это почти что отняла у предыдущих переводчиков. Там было так, что я почитала этот на ЗАКе, я решила связаться с переводчиком, потому что там давно не было перевода. Я написала, сказала, здравствуйте, я это самое, хочу помочь, у меня есть желание, у меня есть возможности, можно я вам помогу? Они сказали, да, можно, будет хорошо, если вам поможете. Я тут же написала, что вот, а какой шрифт вы используете тут, а какой шрифт вы используете тут. Там, короче, куча вопросов им написала, чтобы, ну, под их стиль, так сказать, подойти, да, то есть, чтобы было нормально. Отправила им этот запрос и до сих пор у меня нет ответа. То есть уже прошло сколько лет, а до сих пор они мне не ответили. Я там ждала, не знаю, недели, наверное, две ждала, потом нетерпение мое, точнее, терпение мое лопнуло, и я решила выкладывать так, как могу. А потом мне это самое, люди в комментариях под главами писали, там, возьми тот шрифт, возьми этот шрифт, возьми, сделай так, сделай это. Короче, они не подсказывали, и вот таким каким-то образом я вот дошла до такого состояния, до какого, ну, до какого, ну, до какого вы сейчас вот видите на наших читалочках. Ох, ладненько, много болтаю, 20 минут уже были новости, коротенькие новости идут такие. Ладно, всем спасибо за внимание, всем счастливо, и до совсем скорых встреч. Видео в ютубе тоже скоро, сама тоже скоро этим займусь, так что там тоже будет. Я уже кучу всего нас не снимала, надо просто это дело обработать и выкладывать уже на ютубик. Всё, всем спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok